Самое чистое время года, зима, ну самое белое, таковым, извините, не является. Потому что, ну, во-первых, живем мы в городе Магнитогорске. Во-вторых, зима города Магнитогорске, это зима с песком. И в-третьих, в-третьих, мы довольно часто ездим, куда ездим? Да, в Абзаково, Набанное и в Челябинск. Если в городе Магнитогорске честно и порядочно не солят дороги, ну, во-первых, потому что, может быть, боятся того, что я буду говорить про них, дай бог, если это так. Ну, в основном, конечно, не потому, потому что наши дороги не могут замерзнуть и не могут растаять. Магнитогорске, это горный город, мы находимся практически на 500 метров над уровнем моря, ну, в преддверии гор. Вот, но горные районы, это где? Агаповка, Банная, простите, Абзаково. Вот, они успешно солятся. Ну, и дальше туда, ближе к Южноуральску. То есть, вы даже и не заметите, как ваша машина прогнет. То есть, после того, как вы получили удовольствие от катания на горных лыжах или поездки по прекрасным горкам, или бизнес-командировки, все-таки грамотнее машину вашу помыть. Где это сделать? Ну, предлагаем нашу любимую автомойку «Лебедь», что расположена на химчистке. Да, это просто мойка, а не центр новых технологий. Хотя последнее мне и ближе. Здесь качественно моют автомобили и гордятся своими постоянными клиентами. И клиентами новыми, которые слушают клиентов постоянных. Минус 20 на улице, а мы на автомойке. При этом являетесь постоянным клиентом, я правильно говорю? Да, несколько лет я сюда приезжаю, мы к машине. Вопросы автомойки, они такие все щепетливые. Дело в том, что кто-то пытается быстро заработать деньги, да? И платит мало персоналу. Вот это меня больше всего бесит. Поэтому персонал и так к автомобилям относится. Здесь как к вашему автомобилю относится? Потому что как относится к автомобилю, так же как к персоналу, я так понимаю. Я не знаю, как здесь оплачивается персонал, но качество мойки автомобиля меня очень устраивает. То есть, если ты просто даже наружную мойку заказываешь, тебе вытрут пороги, откроют багажник, все протрут. Как бы вот без проблем. Я сюда попал несколько лет назад и больше не экспериментирую в выборе автомойок. То есть, приезжаю всегда сюда. Десятая мойка всегда в подарок. Здесь можно посидеть в кафе, попить кофе, в тепле. Очень удобно, приятно. Поэтому все устраивает меня здесь. Итак, сколько стоит хорошее настроение автомобилиста? 500 рублей – это качественная уборка раз в месяц. И еще 300 пару раз обмыть усталые бока. То есть, регулярное хорошее настроение – это менее 1000 рублей. Сумма с учетом цен на продукты питания абсолютно не критичная. И вот она сила телевизионной рекламы. Обратите внимание, буквально неделю не было сюжета про автомойку «Лебедь». То есть, как бы свободно, да? Как только сюжет появится, а появится он на следующей неделе, и где вы услышите вот это мое мнение, еще мнение того человека, которого я вам представил. Естественно, опять же, здесь надо будет все по записи, потому что умеют работать. И вот вам намек, господа автомойщики. Да хоть вы их 10 понастройте. Сидите в своих, не сидите в своих лопуках и помидорах. Потому что за все в жизни, ребята, надо платить. Я лично плачу, и вы будете платить. Либо будете сидеть в своих любимых вонючих лопухах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!